И я так понимаю, что в машине просто можно радио слушать, получается, а дома не получается. Вы знаете, я вас понимаю, я тоже только в машине радио слушаю, а дома не слушаю. Я анонсировал тему о очередном скандале, связанном с разведкой. И это имеет отношение, конечно, к абсолютному пиару и к разговору о том, как им там верить. Есть вещи, которые действительно в Европе Запад делает лучше, чем это делает кто-то другой. Ну, есть такие вещи. И, ну, как сказать, когда начинается этот разговор о том, что мы лучшие, то в этот момент меняется вообще все вокруг. И если мы говорим о секретном шифровании, о аппаратах, которые продавались по всему миру вроде бы как из нейтральной Швейцарии, то тогда ты понимаешь, что такое пиар и что такое не пиар. То есть скандал очень простой. Некоторое время назад выяснилось, что швейцарская фирма Крипта, которая занимается абсолютно поставкой в дипломатических кругах оборудование, которое уязвимо для шпионов, то есть можно подслушивать, проглядывать и читать, то это оборудование долгие годы считалось единственным оборудованием, которое 100% взломать невозможно. И выясняется, что, оказывается, под чутким контролем ЦРУшников, под чутким контролем БНДшников, БНД это Bundesnachrichtendienst, то есть внешняя разведка Германии, очень даже хорошо все эти аппараты прослушивались, прогладывались и прочитывались. Но Швейцария себя все время позиционировала как продавцы самых лучших аппаратов, как единственный, кто на рынке может поставить 100% гарантию, вы нас не сможете взломать, потому что у нас эдакое шифрование. Что такое эдакое шифрование в старые времена? Да неинтересно, если честно. Но когда сегодня мне говорят, вы там не пользуетесь, пожалуйста, WhatsApp, вы там не пользуетесь, пожалуйста, Telegram, а вот вы обязательно пользуетесь, и начинают мне говорить, чем я должен пользоваться, потому что там 100% не взламывают, там 100% тебя не слушают, я говорю, это бред. Живите жизнью, в которой не бойтесь, что вас будут прослушивать, живите жизнью, в которой не бойтесь, что вас будут проглядывать. А вот если вы по специальности должны шифроваться, например, как посольство отправляет в штаб-квартиру какое-нибудь шифровальное сообщение, то тогда не верьте тем, кто вам рассказывает о том, что это невозможно. Так вот, почему сейчас очередной скандал? Оказывается, оказывается, значит, ни одна фирма, которая криптомашины поставляла, оказывается, еще одна фирма в Швейцарии. Я считаю, что это очень сильный удар, кстати, по престижу Швейцарии, но это еще и удар по престижу Германии, по престижу США. Но в США терять нечего, понятное дело. Но фирма Omnisec, при том это акционерное общество, поставляла действительно во все, ну не знаю, там написано, что больше ста стран мира пользовались этим оборудованием, и, как официально сообщается, уязвимое к прослушке оборудование. И полностью доступ к этому имели БНДшники и ЦРУшники. Еще раз, БНДшники – это немецкая внешняя разведка. И Omnisec, работающие с шифровкой, они четко знали, что они взломаны. Четко они это знали. И спецслужбы США и Германии десятилетиями просто контролировали все, что связано с дипломатической перепиской. Кстати, этим оборудованием не пользовался Советский Союз. Кстати, этим оборудованием не пользовалась Россия. То есть здесь как раз хватило того, кого нужно, мудрости не закупать вот эти вот престижные криптомашины. И проблема же не в том, что они слушали. Ну, много кто бы хотел послушать. Я думаю, журналисты тоже с большим удовольствием заглядывали в такую переписку. Не только спецслужбы. Но, как сообщается председатель социал-демократической партии Сейдрик Вермут, интересная фамилия, Вермут, что подобная ситуация, эта цитата, может произойти в стране, которая заявляет о своем нейтралитете. И, в принципе, внутри Швейцарии, то есть вопрос внутреннего шпионажа по фирме Амнисек говорит о том, что далеко Швейцария не нейтральная страна. Если кто-то думает, что он, ну, как в старые времена Швейцарии, может спрятать деньги, об этом не будет известно, забудьте. Если кто-то думает, что Швейцария нейтральная, напоминаю, что по просьбе США арестовывали в Швейцарии людей, арестовывали, при этом нет никаких гарантийных обязательств со стороны швейцарцев, вообще никаких, они только занимаются имиджем. Взорвали эту бомбу непосредственно, вот здесь очень интересный момент, американцы в виде Вашингтон-Пост, швейцарское телевидение СРФ, и немцы настаивают, что это общественно-правовая компания, СДФ, а я говорю, что это красивая форма государственного телевидения и государственного пропаганды, то есть тем, что оно общественное, и тем, что каждое домохозяйство платит ежемесячно взнос, чтобы его финансировать, это не значит, что там нет редакционной политики, которая настолько, ну, бьет. Но, тем не менее, смотрите, у нас получается так, две телевизионные компании и одна газета смогли провести совместное расследование, в которое говорят о том, что через крипто-АГ, спецоперация называлась Рубикон, десятилетиями прослушивались больше ста государств. Потом как-то так странно получилось, что немецкая разведка решила, что она не хочет больше контролировать вот эту вот крипто-АГ, АГ это акционерная компания, акционерное сообщество, и они просто взяли и отдали контрольный пакет американцам. Ну, взяли в Вашингтон и подарили. То есть, видать, я думаю, предполагаю, доказательств нет, но с великой долей вероятности немцы не захотели быть испачканными с тем, что они слушают французов, голландцев, чехов. Ну, везде где-то оборудование поставлялось. И к вопросу о престиже нейтрального государства добавился еще одна швейцарская фирма, которая замешана вот это вот прослушивание, которое существовало. Это абсолютно свежие. В пятницу опубликованные данные и переписка, правительственная переписка, та, которая сегодня идет вроде бы как по серверам. Еще раз, если кто-то думает, что существует 100% гарантия, что это криптография из нейтральной страны Швейцарии, вот, пожалуйста, уже вторая фирма. Это значит, что швейцарцы абсолютно потеряли доверие в этом контексте. Ну, то есть на все тысячу процентов, если оно хоть какое-то было. Для меня ничего нового в этом нет. И напомню радиослушателям, тем, кто Еврозону недолго слушает, а тем, кто долго, напомню, был скандал, связанный с Швейцарией. При этом скандал такой, знаете как, европейцы максимально его пробовали притушить, мол, ну, понимаете, там, милые бронятся, только тешятся. На самом деле немецкие спецслужбы предложили миллион, ни много и ни мало, за то, что им дадут диск с данными из банка, в котором по немецкой логике скрываются налогоуклонисты в Швейцарии. Ну, из Германии как-то в Швейцарию перебросли деньги. И это вот в этом столетии произошло. Немцы дали денег, и действительно, им дали диск, на котором все банковские данные людей, которые не имеют отношения к спецслужбам, но, может, даже и не всегда налогоуклонисты. Ну, это как бы отдельная история, факт в другом. Это соседнее дружеское государство. Они все такие дружные, все так хорошо относятся. Взятку дали. И швейцарцы, между прочим, отреагировали очень болезненно, потому что это провокация на преступление. Если вот так вот каждый будет давать взятку, и Швейцария будет свои банковские данные сливать, а это сделала немецкая спецслужба, то тогда Швейцария теряет свой статус именно банковской державы в том числе. Ну, и тогда что, они подводные лодки будут строить в своих горах альпийских или как? Нет, конечно. И в этом отношении Швейцария сильно возмутилась, и даже уголовное дело завела против немецких сотрудников, которые давали взятку. То есть, в принципе, это кража данных из банка, из швейцарского банка. И немцы возбудили потом дело против тех швейцарцев, которые возбудили дело против немцев. И в этом обмене прокурорскими любезностями даже есть тот в Германии, кто слил информацию швейцарцам на тех, кто давал взятку из Германии. И он даже осужден. То есть, там они долго спорили, и все еще, как бы, ну, те, кто помнят, они еще не простили друг друга. Сейчас мы должны прерваться на новости, а потом программа «Еврозона» вернется в эфир. 12.35 в московское время. «Еврозона» снова в эфире. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, пожалуйста. Как приятно, как замечательно читать такие добрые слова, которые вы присылаете, дорогие радиослушатели. Спасибо, это важно. Это правда важно. Вот из Гатчины слушают только во время, к сожалению, во время обеденного перерыва с 12 до 13. Ну, Гатчина же с нами. Спасибо, Светлана, Москва, за добрые слова в рамках освещения политических событий. И вот Новгород, оказывается, нас слушает раздену в рот. Это тоже радует. По поводу криптографии и, скажем так, потери Швейцарии нейтрального статуса, вот пришло нам СМС от Бориса, и сервер определяет это как Швейцария по номеру, да, я вижу, что это плюс 41, это Швейцария. Вы правы, Швейцария никогда не была нейтральной, мало того, Швейцария самое политическое государство Европы. Борис, а я с вами не согласен. Я с вами не согласен, что Австрия является самым политическим государством Европы. Я считаю, что Монако является самым таким полицейским, политическим, полицейским государством Европы. Там вообще жесть. В Швейцарии вы еще найдете бездомных на улице, например, ночующих на улице, в спальных мешках. А в Монако не найдете? Если вы попробуете переночевать ради интереса в Монако в спальном мешке на улице, вы очень быстро узнаете, что такое швейцарская полиция. Монакская полиция, которая вроде бы армия Монако, это что ж таки Франция, а вот по законам и по тому, как монакские полицейские защищают тех богачей, которые решили там поселиться и в своей оседлости вкладывают определенную лепту, чтобы среднестатистический уровень Монако был тот, который он сегодня существует, то, как это ни странно, система налогослежения, а также темпов, в которых с момента доноса до момента расследования в Монако проходит, я считаю, что они самые полицейские. Там вообще жесть. Вот действительно жесть. И еще такой вопрос. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Монако, например, были демонстрации? Что думаете, там нет людей, которые не хотят выйти на демонстрацию? Там просто на другом уровне все это происходит. На таком жестком. Вот те жители монакские, кого я знаю, которые не имеют отношения к тем, кто там купается в оазисе. Хотя монаксы много сделали, чтобы не быть оазисом укрывательства от налогов, но тем не менее они говорят, что это самое полицейское государство. Так что я бы вот насчет Швейцарии так однозначно не говорил. Значит, по криптографии, по Швейцарии, по удару швейцарскому нейтралитету поставлю точку вот с комментарием о том, что возмущение было до того, как Меркель прослушивали или после. А вы знаете, это одно и то же на самом-то деле. То есть союзнички, которые любят рассказывать о том, что российские шпионы подключились к серверу, к Wi-Fi, организация, которая чем-то, не помню, занимается слежением за допингом. То есть там вообще дом такой стрёмный, если честно. И сотрудники, которые там работают, они никакие не следователи, там нет никаких гостайн. И если они вдруг собрались на тайном заседании, чтобы, например, выработать программу, как они сейчас политически начнут шумиху вокруг России, чтобы не допустить российских спортсмеров на Олимпиаду, то я не думаю, что это какая-то сверхгосзадача, их прослушатся еще как-то. И там в какой-то момент в Европе стали обсуждать насчет того, что в одной машине сидели российские специалисты, которые пробовали подключиться к Wi-Fi. Мол, шпионы атакуют. Я регулярно пробую подключаться к Wi-Fi в разных местах, иногда телефон это делает сам, даже меня не спрашивает. Но вот что касается России, например, или Китая, ну, вроде бы понятно. Но они такие же мои друзья с немцами, с голландцами, с американцами. Нормально, слушаем, подслушаем. Они точно так же киберпространство атакуют, точно так же взламывают. Ну, как всегда, все как всегда. Но в случае, когда это союзнички, и союзнички союзничкам подбрасывают такие прелести, как прослушка к главой государства, а в данном случае я настаиваю, что немцы избавились от актива для того, чтобы им ментально не поставили претензии. Мол, а вам не стыдно слушать ваших ближайших соседей, соратников по Евросоюзу? И, в принципе, я считаю, что они абсолютно мудро это сделали. И вот теперь точка. Значит, следующая тема, которую хочу задеть, это споры вокруг нового закона во Франции о защите полицейских. Ну, давайте так. Вот журналистская деятельность. И даже не журналистская деятельность. У нас сегодня очень многие люди не имеют отношения к блогерству. Конечно же, в соцсетях выставляют интересные фотографии, если они стали свидетелями чего-то интересного. Ну, или достопримечательность каких-нибудь. Это... Мы живем так. И вот в случае, если вы будете во Франции и захотите сфотографироваться на фоне там Эфилевой башни, и в этот момент сзади вас будет проходить полицейский, считайтесь тем, что лучше дождаться, пока он пройдет, и потом сделайте фотографию. Потому что, если вы потом выложите это в соцсети, это уже, в принципе, будет нарушение закона. И вот начало этой недели. Значит, полиция разгоняет акцию протеста. То есть там беженцы, которых разогнала полиция, собрались в другом месте, их снова разгоняют. Притом там беженцы, еще раз, это... Многие беженцы на французском говорят, ты не определи, что это беженец. Вот если в Польше африканцев сразу определить, что это африканцы, то... Что это не поляки, как в анекдоте, то во Франции как раз не определишь ни по цвету кожи, ни по акценту, как он по-французски будет говорить. И площадь республики, это центральная площадь в Париже. Полиция разгоняла жестко, слезоточивый газ был применен, дубинками ребра считали, били, пинали этих мирных демонстрантов. Но среди демонстрантов были и наблюдатели, не журналисты, а сочувствующие этим демонстрантам или люди, которые мимо проходили. Так вот, полицейские, которые сносили палатки, в которых внутри сидели люди, ну, гуманный запад. Там меня ставят иногда, почему я иногда так прям безапелляционно и категорично все время катаю в запад, что он не есть такой, как он себя декларует. Так не надо врать. Не надо врать, и тогда у меня не будет почвы, чтобы я об этом говорил. Но когда полиция ногами пинает в Белоруссии, то об этом знают все. А когда это происходит во Франции, то об этом знают только те, кто интересуется Францией. Это большая разница в медийной политике. Это что касается пропаганды. И не забываем, что Евросоюз утвердил меры, по которым было включено финансирование Европейского Союза на Восток, на Русские, и финансирование, которое будет пропагандистское. Мы понимаем, да, они будут пропагандировать, конечно, добро, вечное, демократические нормативы, либеральные ценности, и бла-бла-бла, все вот это, что они там декларируют. Но это французы дубинками разгоняли и ногами пинали на этой неделе мирно протестующих демонстрантов. И есть организация, которая этим занималась, но я возвращаюсь к политике конфиденциальности, к политике того, что если вы случайно были рядом и вам повезло, вы еще не получили от французского полицейского дубинкой и слезоточивым газом, вам не брызнули в лицо, то придя домой, если у вас на телефоне была фотография, на которой видны полицейские, лицо, и вы это расположите где-нибудь в соцсети, разница, что вы даже там напишите, вы вступаете в конфликт с законом. И разговор-то не шуточный, потому что у нас мир такой, в котором, ну, если белорусских полицейских вдруг ни с того, ни с сего начинают в сети раскручивать, в том числе, где они живут, чтобы присылать письмо угрозы, а потом начинают выискивать и детей, и родственников, то это нормально, они же с Мордором борются, это же против зла. А вот если во Франции, то это уже нарушение закона. В этом отношении я понимаю, почему Лукашенко иногда троллит Макрона, и понимаю, что закручивание гаек сейчас во Франции не имеет отношения вообще никаким демократическим инструментам. И французские полицейские, это вот, не знаю, там, как швейцарские, но французские полицейские по отношению к мигратам неоднократно проявляли действительно такую небывалую жесткость на ровном месте с объяснением того, что у них просто нет другого выхода. Короткий перерыв сейчас, Вести ФМ. Да, пожалуйста, Владимир, продолжайте. Понимаете, то есть закон охраняющий полицейский, я как раз на стороне этого закона. То есть я не критикую этот закон, я считаю, что он правильно. Закон, он должен как-то гарантировать внутрислужебное расследование, тогда он гарантирует анонимность, чтобы протестующие не имели возможности ну, скажем, излить свою зубу, отомстить, но при этом должна быть гарантия того, что будет внутрислужебное расследование. И это отличает нормальное для меня государство от не очень нормального. И, скажем так, опять же, свидетельствую, в данном случае я свидетельствую. Вот идет, допустим, в Германии демонстрация, и когда полицейские атакуют, они делают это действительно похоже все это вот как в мультфильмах об Астериксе, когда римлян рисуют, то есть такой каре двигается, они зашли, вырвали одного человека этим каре и вывели из толпы. По каким принципам они вырывают из толпы, знают только спецслужбы, я думаю. Но при этом рядом идет полицейский, который снимает все это на камеру. Я за то, чтобы у полицейских во время их службы были камеры. Или один снимает со стороны, или у них рабочая камера, которая регистрирует все это. Потому что регистрация в случае конфликтной ситуации является именно доказательством того, что какая-то сторона была неправа. И вот в случае Франции, когда Франция все еще год не закончился, я все еще жду, что кто-нибудь действительно подаст на полицейских Франции в книгу рекордов Гиннеса, потому что то количество слетящего газа, которое было разлито, их никто не переплюнул. Белорусские полицейские, вообще дети в этом отношении по сравнению с французскими полицейскими. Но там так было, что вот честно говоря, что желтые жилеты иногда, ну скажем так, они провоцировали полицейских на то, что происходило. То есть в сторону полицейских летели булыжники, а полицейские уже потом без разбора убили всех подряд, в том числе и журналистов. Но ведь булыжник полетел, давайте так, я не оправдываю действия там перегиб полицейских, но булыжник же полетел, полетел, и там не видели, как он полетел. Потом полиция, ну как, выполняла свою функцию, в своей функции, ну всех подряд под одну гребенку там разгорячились полицейские. У меня нет особого чувства понимания. Я говорю о факте. Это было. И когда с желтыми жилетами еще какой-то, как-то это логике подается. А то, что было на этой неделе, это полный беспредел. Это реально полный беспредел. То есть то, что полиция чрезмерно применяет свою силу во Франции, это факт. Критика была, но и была эскалация с двух сторон. А вот то, что было в понедельник минувший, вы знаете, это просто то, что называется беспредел. Там абсолютно мирно. Там не было никаких провокаций. То есть там никто не прыгал и не кричал что-то, каких-то кричалок там. И префектура парижская потом, когда себя оправдывала, она сказала, что в принципе сотрудники префектуры прекратили, цитата, незаконное занятие общественного пространства. Общественное пространство это спонтанный палаточный городок тех беженцев, чей городок только что разогнали в другом месте. Так вот некоторые парижане, они сочувствуют этим беженцам и они присутствовали там. Они тоже попали под раздачу. Жесткость, с которой французская полиция продемонстрировала, что вы здесь сейчас не будете это делать и ваш палаточный городок не будет здесь разбит, говорит о том, что это полностью санкционированное поведение со стороны силовиков. Вот не будет в центре Минска демонстрации. Почему? Потому что силовикам дали приказ, чтобы демонстрацию не пропустить, разогнать. Ну, допустим, да, но это же белорусы, а это французы. Так вот, то количество французской прессы, которая по этому поводу пошумела, оно абсолютно справедливо шумело и к чести французских журналистов не стеснялись выражения по отношению к своим полицейским. Но в Европе об этом мало говорили. Так вот, критика, которая всколыхнулась в связи с беспределом полицейских, это разговор действительно международный, кстати. Это тот закон, который должны принять о глобальной безопасности и там есть статья 24, которая накладывает штрафы за то, что вы делаете фото или видеосъемку отдельных полицейских. Владимир, ну на этом сегодня наше время закончилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok